Сегодня мы коснемся именно более детально особенностей веб-поиска и поговорим в основном о таком важном компоненте, без которого веб-поиск бы не существовал, это так называемый спайдер. Итак, для начала веб. Есть такое исследование, несколько, конечно, оно может быть не самое современное, но оно отражает основную картину того, как часто люди пользуются поисковой системой в интернете. Собственно, что отсюда можно увидеть? Самая большая часть, ну, как минимум раз в день что-то ищет в интернете. На, собственно, втором и третьем месте, ну, второе, вернее, на третьем месте это несколько раз в неделю, то, в общем-то, тоже чуть больше одной пятой и не сильно отставая от нее, тоже, опять же, примерно одна пятая часть. Это довольно много раз в день, то есть такие активные пользователи, которые активно используют, опять же, поисковые системы в интернете. Вот, ну и уже, собственно, совсем небольшая часть, которая довольно редко пользуется поиском. Вот, опять же, в связи с развитием различных мобильных технологий в последнее время и доступности компьютера и интернет, пользователи используют поиск, иногда даже сами об этом не подозревая. Поэтому, в общем, поиск в вебе, собственно, это, ну, такая, до сих пор остается одной из, одним из важных компонентов. Собственно, несмотря, там, на развитие различных других веб-сервисов, в частности, социальных сетей, все равно поиск какого-то контента без поисковой системы в вебе, в общем-то, ну, довольно затруднителен, потому что мы не знаем, где искать. А, соответственно, если контент сложно найти, то его, в общем-то, и нет особого смысла создавать, потому что, ну, казалось бы, люди там размещают какую-то информацию, пишут статьи в блоге и так далее. Друзья, давайте только обсуждение все оставим до перерыва. И, соответственно, такой контент найти будет довольно проблематично, и поэтому, опять же, у людей не будет стимула что-то размещать. Ну, размещать, опять же, можно с разными целями, там, начиная от того, что просто люди хотят о чем-то рассказать, заканчивая тем, что люди пишут статьи, там, за деньги. Вот. Плюс, опять же, можно совместить подход, то есть, скажем так, размещать какой-то контент, параллельно размещая рекламу, на этом, опять же, можно немножко заработать. С другой стороны, вот весь веб – это такая большая инфраструктура, которая требует больших вложений, там, созданий, опять же, начиная от каналов доступа, дата-центров, размещения серверов каких-то, хостингов, там, опять же, поддержания всей этой сложной системы, ДНС и так далее. За это, опять же, кто-то должен платить, то есть, как бы, ничего не бывает бесплатно, и, опять же, веб этому не исключение. Поэтому, собственно, возникает вопрос, как бы, да, откуда деньги вообще берутся на все это. Вот, и тут, в общем-то, развитие, опять же, интернета, оно обусловлено тем, что тут такая палка о двух концах, на самом деле, как бы, чем сильнее развивается интернет, тем больше в нее становится реклама, тем больше, там, привлекаются пользователи, и, как бы, это, в общем-то, как некий такой нарастающий ком, который сам за собой, по сути, как бы, себя уже и развивает. Вот, ну и, в частности, вот, с текущей поисковики, начиная, там, от самых крупных и заканчивая небольшими, они, в любом случае, размещают какую-то рекламу у себя. Вот, так как посещаемость у поисковиков очень большая, опять же, большинство людей им пользуются, то и показы рекламы генерят большой трафик, ну и, в общем-то, в итоге получаются большие суммы, которые, опять же, люди на этом что-то зарабатывают, вкладывают обратно и так далее, то есть создают сайты, платят за сайты, за эти деньги, там, создаются новые хостинг-провайдеры, новые дата-центры и так далее. То есть, в итоге, все это, опять же, стимулирует развитие, то есть, поисковые системы, так вкратце, поисковые системы, можно сказать, стимулируют то, что в интернете появляется все больше контента, это привлекает все больше аудиторию, появляется больше различных вариантов рекламировать что-то, соответственно, это также, опять же, привлекает деньги в отрасль. Опять же, многие, наверное, слышали то, что, вот, насколько я знаю, по-моему, в том году в Америке общий рынок вообще рекламы в интернете превысил рынок рекламы телевизионной. То есть, это на самом деле такое довольно-таки значительное событие в плане того, что, ну, во-первых, там, в тех же штатах телевизионная реклама довольно сильно развита, там очень много каналов, в частности, кабельного телевидения, и, ну, то есть, довольно-таки большие обороты, вот, и чтобы догнать уровень этого, ну, то есть, уровень вообще, как бы, этого рынка, интернету там потребовалось какое-то время, но при этом не очень большое, то есть, в общем-то, это, там, 15-20 лет. И такой, как бы, идет, ой, не люблю это слово, но тренд на повышение, вот, что обуславливает то, что, опять же, этот, опять же, этот рынок будет, скорее всего, развиваться, что будет способствовать, и, в общем-то, это способствует всему остальному развитию веб-технологий и всех технологий, как бы, с этим связанных, да, вот, в частности, что мы изучаем. Ну, то есть, если бы это бы не способствовало какому-то заработку, да, скорее всего, многое из того, что изучается в рамках этого курса, оно бы так и оставалось некими такими полу-научными дисциплинами, потому что, в общем-то, сам информационный поиск, наверное, по сравнению с веб-поиском, сейчас не настолько, как бы, развит, да, ну, то есть, мало кто пользуется какими-то специализированными поисковыми системами для доступа, там, каких-то специализированных вещей. То есть, раньше это было популярно, потому что не было веба. Сейчас же это, опять же, не настолько популярно, просто потому что большинство, опять же, информации, каких-то данных, оно в той или иной степени находится в вебе. Соответственно, ну, чуть-чуть, опять же, истории, просто для общего развития. Может быть, вы все это знаете, может быть, нет. Думаю, будет интересно. Собственно, самые такие, так называемые, keyword-based поисковые системы, то есть, когда мы вводим какой-то запрос, ну, по сути, как бы, полнотекстовые поисковые системы, они появились, в общем-то, не так давно. Вот. Даже не полнотекстовые, да, все-таки это больше именно по каким-то ключевым словам, можно сказать. То есть, это, там, порядка чуть меньше, чем 20 лет тому назад. Вот. При этом, как вы видите, Google, как бы, среди, в общем-то, них не было, потому что он появился позже. В это время основатели Google, по-моему, только поступили в университет. Собственно, в это время были основные системы AltaVista. Вот. Такая самая, наверное, известная. И даже, в общем-то, не знаю, может быть, конечно, вряд ли, но кто-то из вас ей пользовался. Правда, это было очень давно. Наверное, нет уже, да. Уже, наверное, то поколение, то поколение, которое в той или иной степени пользовалось, оно уже, да, как бы, то есть, не учится в институте. Вот. И, собственно, вот InfoSig довольно-таки известная тоже поисковая Виктория. У нас, конечно, они, опять же, не настолько были развиты, потому что у нас, кстати, тоже параллельно это развивалось, параллельно появлялись свои поисковые системы. Чуть, может быть, попозже, там, скажем, в середине 90-х, да, то есть, там, самые основные это были, как ни странно, опять же, тоже не Яндекс, это был Рамблер, Апорт. Такие вот две основные, наверное, поисковые системы, вот, как бы, я первое, что пользовался, это Рамблером, наверное. Да, это, как бы, такая, то есть, опять же, интернет, там, если говорить, там, о нас в 95-м году, про интернет мне так много кто вообще слышал. Ну, точнее, слышать-то может быть, ну, я говорю про, там, людей, которые мы сейчас принято называть какими-то, там, гиками, да, то есть, как бы, те люди какие-то в той или иной степени общались, там, с компьютерами, программисты, не знаю, либо просто, там, в игрушки играли, вот. По крайней мере, у нас не было еще, там, нормальных каналов связи, все было через телефонную обычную линию, соответственно, больше развито, были разные вещи наподобие BBS и Fido, может быть, опять же, тоже слышали, то есть, когда ты звонишь кому-то на чей-то телефон, соединяешься, там, с него что-то скачиваешь, отключаешься, вот, скачиваешь почту, не так, что, ну, в этом тоже, на самом деле, есть какая-то своя такая прелесть, то, что доступ к информации, опять же, как бы, был как бы несколько ограничен, и ты, на самом деле, получал только то, что тебе было нужно и интересно. Соответственно, вот, в, на Западе, особенно Штатах, как бы, развитие интернета началось чуть раньше, поэтому вот уже к девяносто пятому году где-то появились первые поисковые системы. Соответственно, кроме таких, то есть, причем, как бы, эти появились поисковые системы, они еще не совсем понимали, как, на самом деле, на этом зарабатывать. Раньше, как зарабатывали в интернете, обычно просто показывали какие-то баннеры. Вот, то есть, не было никакой контекстной рекламы, потому что, ну, скажем так, проще было соорудить каких-то, нарисовать баннеров, там такие вот, эти ужасные, анимированные, обычно, такие гифки, которые там показывали сверху, сбоку, по папке только окошки открывались. Собственно, в поисковиках, на самом деле, то же самое было, опять же, поиск, на тот момент, кстати, это была не такая, не точка входа в интернет, основная, потому как были очень популярны сайты-каталоги, то есть, опять же, тот же Yahoo, на чем он в свое время вырос, это такой большой каталог интернет-сайтов, то есть, у нас был List.ru, каталог сайтов, один из таких известных, то есть, там просто по какой-то тематике все сайты были отсортированы, если нам что-то было интересно, мы там шли, там, не знаю, игры, там, какой-нибудь сайт про какие-нибудь, там, типы игр, там, или спортивные сайты, или там еще что-то, вот. Соответственно, после появления поисковых систем, вот была такая поисковая система GoTo, собственно, с таким обещающим названием, которое, на самом деле, пошла просто, она, как бы, говорил, платите нам деньги, мы вас будем показывать, там, в своей выдаче. То есть, наверное, мечта SEO-оптимизаторов каких-то, то есть, когда, по сути, позиция выдачи, в общем-то, зависит от того, сколько, там, вы, как, не знаю, хозяин сайта или рекламодатель платите за позицию. Вот. Ну, опять же, был, как бы, было некое подобие аукциона, то есть, по каким-то популярным ключевым словам, и вот можно было, опять же, тем самым продвигаться выдачи выше. Собственно, там, с появлением Гугла, его, в общем-то, вот, с алгоритма, связанном на, основанном на ссылочном ранжировании, качество поиска значительно выросло, именно вот, то есть, когда люди стали получать в ответ на свои запросы какие-то сайты, которые были им более интересны, ну, в смысле, где они, скорее всего, находили какую-то информацию, и большинство, на самом деле, поисковиков, ну, тут не только, на самом деле, засылочного ранжирования, но это отдельная тема. Гугл тоже, скажем так, довольно активно стал заниматься своей дистрибуцией на компьютеры пользователей. Собственно, это, можно сказать, как бы убило большинство поисковиков, вот, вот, кроме, собственно, вот этого, а, никто ми, вот, и при этом вот этот, тут, по-моему, ошибка, ну, в общем, платный поисковик, на самом деле, остался, который вот этот GoTo, потом стал он овертюр, и потом перешел в Yahoo, то есть они как работали, так и работали, они зарабатывали деньги и, как бы, в принципе, были прибыльны, вот, но при этом, естественно, качество поиска у них было далеко не самое лучшее, скажем так, поэтому, в общем-то, глядя на все это, Гугл тоже решил зарабатывать деньги и добавил такую фишку, которая, ну, можно сказать, да, в общем-то, перевернула, как бы, на самом деле, несколько понятия о рекламе в интернете, то есть, по сути, размещение рекламы, но не вместо основных результатов, да, как мы сейчас вот все привыкли, что есть отдельная колонка, контекстная реклама, там, обычно справа, кстати, тоже отдельная тема для исследования, почему она справа. Вот, ну, там, Yahoo в том числе потом купил, собственно, овертюр, и в итоге все равно, как бы, тоже стал использовать такой гибридный подход, вот, и, в общем, в итоге вот с таким, исходя из этого, Гугл довольно, ну, то есть, все мы знаем, что такое контекстная реклама, да, то есть, когда сбоку блок показывается в зависимости, опять же, от того, что все-таки вводил пользователь, и при этом все равно качество того, что там показывается, оно каким-то образом, ну, то есть, результаты несколько ранжируются, должны быть относительно релевантны, вот, и в итоге, в общем-то, это стало такой, как бы, системой по умолчанию для поисковиков, то есть, с одной стороны, они на этом зарабатывают деньги, с другой стороны, как бы, пользователи уже тоже постепенно привыкли, ну, параллельно, как бы, у нас и то же самое было в наших поисковиках, также появились такие способы показа рекламы, вот, ну, в общем-то, все мы знаем, как это все выглядит, тут, как бы, ничего нового, наверное, не скажу, вот, и, в общем-то, я к всему, к чему, как бы, все это, к тому, что, ну, об этом мы, кстати, чуть-чуть попозже поговорим, вообще, как вот этот, формируются эти блоки, и, на самом деле, такая вещь, в общем-то, довольно важная часть для поиска, ну, то есть, по сути, как бы, и показ рекламы, но о ней не так много где-то там говорят, хотя, ну, в общем-то, без этого, наверное, поисковики бы и в компании так сильно бы не развивались. Собственно, тут, как бы, да, что основное стоит отметить, то, что внешний дизайн вообще, как бы, блоков, которые показываются основных результатов, и блок, и того блока, который показывается платно, он, в общем-то, не сильно отличается, да, то есть, здесь где-то там, ну, это старый дизайн, правда, Гугла еще, здесь видно, что вот таким сериям, каким шрифтом написано, что это sponsored links, то есть, не очень бросается в глаза, незаметно, и, в общем-то, те люди, основная масса, точнее, пользователей, которые, может быть, не настолько хорошо там разбираются в интернете, да, она не сильно там обращает внимание, ну, то есть, она как бы не заморачивается, что эти там ссылки были, например, за деньги размещены, там, это результаты поисковой системы, и, как бы, то есть, этому пользователю главное найти то, что ему нужно, ну, и, в общем-то, на этом все основано. Так, собственно, теперь чуть-чуть, как бы, вкратце вообще, как устроен веб-поиск, опять же, тут мы, многие, как бы, опять же, вещи вы уже проходили, собственно, что у нас есть, основной это какой-то большой такой веб в виде графа с кучей сайтов, документов. Собственно, его нужно каким-то образом проиндексировать, чтобы его проиндексировать, нужно знать, что вообще лежит. Изначально мы не имеем никакого представления, поэтому мы пишем такую программу, называется, там, веб-спайдер, краулер, бот, робот, может быть, кто-то из вас уже писал, кстати, когда-нибудь, там, либо обкачки чего-то, если есть такой опыт, поделитесь, будет очень интересно услышать. Соответственно, пишем такую программу, которая ходит по интернету, пытается как можно больше из него скачать, управляет все это дело на индексаторы, то есть, обычно, опять же, это некий кластер для индексации отдельный, он может работать как там полностью переиндексировать весь индекс, так и инкрементально, то есть, только какую-то новую часть переиндексируя. Обычно, опять же, в поисковиках индексация разделяется на там какой-то большой индекс, средний индекс, маленький индекс, который там обновляется что-то чаще, что-то реже, потому что переиндексировать весь большой индекс нам каждый день довольно, опять же, затруднительно. Вот. После индексации И обычно весь индекс дробится и разбивается на какие-то базы, по которым, собственно, уже будет происходить поиск. Опять же, обычно все эти базы выезжают потом на какой-то отдельный кластер, так называемые серчеры. То есть уже те программы, которые принимают за опрос, которые начинают искать. По соответствующим микробазам есть определенный принцип дробления по этим базам, то есть либо на основе сайта, либо на основе урла. Наверное, вам об этом все рассказывали. Часто параллельно с этим есть какой-то индекс для рекламы, то есть он также строится на основе тех объявлений, которые отправляют рекламодатели. И хотят его показывать, потому что его тоже нужно на самом деле ранжировать, чтобы показывать только соответствующее объявление. И в итоге, когда мы вводим наш запрос, мы получаем комбинированные результаты. Чуть-чуть про то, что хотят пользователи в интернете. Можно основные потребности пользователей, их запросы разделить на три таких части, точнее четыре. В первую очередь, это информационные, то есть когда, собственно, пользователи хотят вообще как бы что-то узнать. То есть получить какую-то информацию о, не знаю, о каком-то человеке, событии, либо именно… Именно, ну, используют это как некую энциклопедию, да, то есть веб-поиск. Вот. Второе. Класс такой большой, опять же, запросов называется потребности запросов навигационной. То есть, когда они хотят попасть на определенную, например, страницу какого-то сайта. Так, сейчас, вот, точно, у меня тут есть еще примерчики. Вот, например, мы вводим там запрос Аэрофлот, да, мы хотим, скорее всего, скорее всего, да, мы хотим просто попасть, ну, точнее, пользователей, мы там, не важно, хотим просто попасть на официальный сайт Аэрофлота. Вот. Налеко не все там будут каждый раз вводить Аэрофлот, там, что-нибудь, аэрофлот.ру или более какие-то сложные названия сайтов у себя в строке браузера. Тем более иметь этот сайт там у себя в закладках или еще где-то. Вот. Просто пользуются именно поисковиком, как неким таким вот редиректом между своим запросом и переходом на определенный сайт. Причем такой класс, на самом деле, запросов довольно-таки большой. Вот. И третий такой, опять же, тоже класс запросов, называемый транзакционный. Ну, то есть, собственно, опять же, исходя из названия, люди хотят что-то сделать. Вот. Например, получить доступ к какому-то сервису. То есть, узнать, например, там, кто-нибудь куда-нибудь летит, он хочет узнать погоду в каком-то городе. Вот. Для этого что он делает? Он идет и вводит такой запрос в поисковике. То есть, изначально поисковики просто перенаправляли, ну, то есть, показывали какой-то топ там сайтов, где, скорее всего, страничек, где есть информация по данному сервису. А сейчас, вот, опять же, обратили на внимание, в последнее время такая пошла тенденция. Многие запросы, опять же, исходя из того, из тех данных, которые у поисковой системы есть, она генерит так называемый там подмес какой-то, да, который показывается сразу на странице с результатами. То есть, например, если вводим погоду в Париже, скорее всего, основные поисковые системы сразу как бы и покажут какой-то прогноз уже. При этом пользователь не будет переходить на другие сайты. Ну, и так там курсы валют, там результат каких-нибудь матчей, например, да, вот обращали внимание, что там идет чемпионат мира по футболу, там все начинают там по каким-то запросам, связанным с этим, показывать такой большой блок с результатами матчей, там, соответственно, с какой-то с календарем, с таблицей и так далее. Вот, еще, ну, и один из примеров, опять же, такой классический, когда люди хотят что-то скачать, например, там, фотографию, фильм, то есть хочется что-то найти и скачать к себе на компьютер, то есть какую-то информацию. Ну, и третий такой, опять же, класс именно транзакционных запросов, это связанных с покупками, то есть мы ищем информацию по какому-то товару, например, там, про фотоаппарат или еще про что-то, и, опять же, мы либо переходим на, ну, обычно переходим на какой-то сайт, где мы уже, как бы, осуществляем покупку. Тут тоже, как бы, поисковые системы, они стараются, может быть, что-то перетянуть, как бы кусочек одеяла на себя, какую-то информацию показывают сразу, опять же, о тех же фактах, например, часто там, о каких-то пытаются ответить сразу на вопрос пользователя, но тут, как бы, стоит учитывать, что нельзя, то есть поисковая система, с одной стороны, может быть, и имеет возможность на какое-то большое количество запросов, ну, по сути, отвечать сразу же, да, но это не будет стимулировать того, что люди будут, в общем, образно говоря, создавать там сайты, размещать контент, потому что к ним не будут переходить пользователи, вот, они в этом, естественно, не заинтересованы. Вот, ну, еще вот отдельный класс, опять же, запросов, это такая вот некая серая зона. На самом деле, конечно, таких классов намного больше, и они постоянно дробятся, то есть, опять же, каждый из этих больших классов дробится на какие-то подклассы, те, в свою очередь, еще больше. Вот, есть обычно у всех компаний, которые занимаются довольно серьезным поиском вебе, отдельные команды, которые именно занимаются анализом запросов, в том числе у нас есть, то есть мы, как бы, исходя из этого, пытаемся каким-то образом понять, что все-таки пользователь хочет, каким-то образом классифицировать его запрос, тем самым, возможно, как бы лучше ответить на него. Вот, и, в общем-то, классов таких запросов становится, на самом деле, все больше и больше. Так, ну, еще, как бы, опять же, из того же исследования, в общем-то, хоть оно было проведено довольно давно, но, в принципе, на самом деле, ситуация примерно остается той же, и даже, как бы, мы там, исходя, что происходит в нашем поисковике. В общем, тут стоит отметить, что основная масса, естественно, пользователей, она, скажем, 25%, она в основном просматривает результаты на первой странице. Вот, то есть я бы даже сказал, что эта граница, на самом деле, сейчас несколько смещается, и сейчас это не 25%, а больше, вот, потому что далеко, опять же, не все, то есть какая-то часть, она уходит, конечно, не удовлетворяется и переходит на вторую страницу, но при этом довольно существенная часть, равно пользователей, это помимо того, что те, кто смотрит на первой странице, то есть, на самом деле, нужно сложить, получается, они смотрят не просто, как бы, все результаты первой страницы, они смотрят только первые несколько результатов вообще, которые показываются. Особенно это касается навигационных запросов, потому что часто люди, как бы, кликают там по первой, второй ссылке и переходят сразу на какой-то сайт. Вот, им там по запросу ВКонтакте обычно не нужно переходить на вторую страницу, то есть, ну, я так утрированно, конечно, говорю, но, в общем-то, думаю, идея понятна. Вот, и остальные, как бы, пользователи, то есть, далеко не все, как бы, переходят дальше второй страницы, вот, и это, как бы, стоит учитывать, опять же, даже при построении вообще, как бы, общей архитектуры, как бы, поисковой системы, например. Ну, в частности, например, наверное, не секрет, что довольно сложно вообще подсчитать количество результатов по какому-то высокочастотному запросу, общее количество результатов, ну, потому что у нас поиск распределенный, базы лежат на куче серверов, вот, когда мы получаем результаты на каждом сервере, мы как-то уже ограничиваем то количество, ну, там есть драфтовое ранжирование, черновое, то есть, да, когда мы сразу ограничим какое-то количество результатов, потом оно проходит еще там через различные другие стадии ранжирования, вот, и в итоге, на самом деле, посчитать точное количество результатов – это довольно дорогая операция становится. Ну, и, в общем-то, оно, получается, не всегда, как бы, точно нужно. Ну, я просто, может быть, вы обращали внимание, что часто там, там, кликая по каким-то по страничкам в поисковой системе, например, зная там вообще количество результатов, оно не всегда совпадает даже с тем, с количеством страниц, которые, куда вы можете перейти. Собственно, это связано с тем, что общее количество результатов обычно показывается пример. Вот, ну, и чуть-чуть, как бы, значит, о том, каким образом вообще происходит оценка пользователей. То есть, на данный момент качество, опять же, контента, которое находит поисковая система, оно довольно сильно отличается, не в лучшую сторону, и плюс ко всему этому не всегда достаточно получать только для пользователя релевантные результаты. Вот, пользователь такой, он становится все более и более требовательный, уже мало просто получить какой-то там сайт, куда можно перейти. Он также хочет знать, что контент, куда он там пошел, это надежный контент, то есть, это, не знаю, первоисточник, то, что это не какая-то перепечатка, то, что он там, опять же, не будет никакой там раздражающей рекламы, то, что этот сайт, скорее всего, там открывается, то, что он не подцепит вирус и так далее. То есть, такие, как бы, вещи, которые, опять же, сказываются на общем восприятии, там, пользователей поисковой системы. Вот. Второе – это вечный вопрос борьбы, там, точности и полноты, потому что, на самом деле, обеспечить и то, и другое одновременно на высоком уровне довольно-таки сложно. Поэтому, ну, обычная полнота, да, она не настолько важна, может быть, насколько, как бы, точность, потому что… Вот, кстати, интересный вопрос, например, да, можете ли вы там найти какую-нибудь, не знаю, страницу, вернее, задать такой запрос, который, например, вернет только один результат. Вот. Или, например, вводить, как бы, какие-то такие слова, которые, там, содержатся на очень небольшом количестве сайтов. Это, кстати, один из способов определения полноты. Такой анализ, да? То есть, если таких страниц, там, сайтов немного, они, скорее всего, не очень популярны, далеко не популярны. Вот. Если они есть в индексе поисковой системы, то, там, имея такой, как бы, сэмпл запросов, ред, ну, очень низкочастотных, мы можем, как бы, их пересекая примерно, там, сравнивать, опять же, полноту, как бы, разных поисковых систем. Вот. Соответственно, часто, опять же, имеет значение все-таки точность то, чтобы пользователь сразу получил, как бы, то, что он хочет, желательно на первой странице, еще желательно, вообще, там, в первых результатах. Вот. Но при этом все равно полнота в той или иной степени должна быть, потому что хоть низкочастотных запросов немного, но они встречаются, и, опять же, это их, там, каким-то образом можно, например, выделить в отдельный класс. Все равно это в итоге сказывается на отношении пользователя. Так. Ну, и плюс ко всему этому, как я тут, наверное, уже многое сказал, то, что, в общем-то, результаты должны быть реальны, то есть не так, что мы нашли какую-то страничку, перешли на нее, соответственно, там, не знаю, показывается абсолютно другая информация, то есть либо это специально сделано, либо она просто, там, устарела. Вот. С точки зрения, опять же, юзер-интерфейса, все тоже относительно должно быть просто, потому что поиск — это такая система, которой должны пользоваться, ну, веб-поиск все. И тут, кстати, стоит отметить, что все, как бы, меньше и меньше вообще становятся поддержки, вот именно в веб-поиске каких-то сложных поисковых запросов, то есть, там, звездочек, там, каких-то конъюнкций, дизъюнкций, как бы, да, ну, никому это не нужно, на самом деле, по сути, своей. Вот. И наоборот, поисковая система пытается предугадать, как бы, что вообще, там, человек ввел, как-то его исправить, его запрос, там, придумывает всякие синонимы, которые иногда, на самом деле, далеко не всегда, как бы, неправильно работают, и это может тоже, кстати, раздражать, потому что ты, вроде, имеешь одно в виду, поисковая система за тебя пытается думать, пытается тебе что-то предлагать другое. И, ну, опять же, все это идет от массовости пользователя, то, что в основном, как бы, люди просто пользуются поисковой системой, не задумывая, как она будет искать это. Ну, то есть я к тому, что в отличие от каких-то специализированных поисковых систем, где обычно развит очень хорошо язык за вопросов, которые можно использовать в веб-поиске, такого нету, и хоть пока какая-то поддержка остается, но все равно это, в общем-то, временно, ну, на мой взгляд, к тому, как это, в общем-то, никому не нужно. Так, ну, значит, кроме всего этого, да, поисковая система пытается каким-то образом помогать пользователю, учитывая различный, опять же, опыт того, что спрашивали, например, раньше, там, предлагать похожие запросы, ну, и всячески исправлять, предлагать синонимы, опять же, уметь обрабатывать веб-адреса, какие-то специальные, может быть, написания каких-то вещей, которые не всегда так просто сразу понять, что, например, это слово, да, там, какие-то сочетания спецификаций, там, телефоны, адреса, там, и так далее. Вот, то есть, в общем-то, все это идет к тому, что поисковая система должна это уметь обрабатывать. Так, и, в общем-то, что свойственно веб-документам? То есть, во-первых, как бы нет общего какого-то источника данных, откуда мы все можем взять, там, и получить, при этом нет никакой координации, как они эти данные появляются, обновляются. Но есть, как бы, некая структура, мы знаем, что есть ссылки, вот. Вот, в общем-то, относительная открытость страниц, там, сайтов, если, ну, то есть, мы считаем то, что не закрыто, то открыто. И, соответственно, хотим это, например, поместить к себе в индекс. Вот, при этом нет никакой аргументации, каких-то фактов о том, вообще, как бы, что в этом, что это за контент, откуда он, кто его писал, там, никаких подтверждений. Это тоже каким-то образом нужно будет учитывать при ранжировании, и, ну, там, в первом приближении пейдж-ранг, да, то есть, это, как бы, вот, опять же, был тот способ понять, какие сайты являются важными, какие являются, там, каким можно доверять, каким нельзя доверять. Опять же, в основном, конечно, в интернете, в вебе хранится HTML, ну, то есть, контент в виде HTML, но он же такой не структурированный формат, то есть, нет общей какой-то схемы хранения данных, в меньшей степени, там, встречаются контенты в других форматах, но отдельно, там, стоит отметить, опять же, бинарные форматы картинки, то есть, которые тоже, в общем-то, индексировать далеко не так просто. Вот, и... Так, соответственно, развивается вообще, как бы, все это дело очень быстро, активно, и любая поисковая система, там, если она хочет оставаться, ну, угнаться за временем и предоставлять пользователю нормальный сервис, в этом плане должна каким-то образом успевать, собственно, тоже за этим расти, потому что контент, размер контента постоянно увеличивается. К счастью, у хорошего контента, то есть, в процентном отношении, ну, то есть, все-таки, меньше, с одной стороны, вот, но в любом случае, то есть, приходится развиваться, тратиться там и как с точки зрения железа, так и с точки зрения, как бы, каких-то на описание программ. А, и вот еще одна такая из проблем, это, собственно, динамически генерированный контент, то есть, когда тот контент, который, как бы, вам показывается, зависит от каких-то параметров, которые, например, ему передаются в Урле. Вот. Собственно, размер веба, ну, на самом деле, веб, он, в общем-то, можно сказать, бесконечный, то есть, опять же, это в первую очередь связано с тем, что все больше и больше становится динамического контента и динамическая генерация ссылок, то есть, там, те же какие-нибудь календарей, по которым мы можем бесконечно ходить, потому что каждый раз будет открываться, там, новый календарь с новыми ссылками и так далее. Если вебмастер его не ограничил, каким-то, например, годом, то, в общем-то, по этим ссылкам можно ходить бесконечно. Еще такая неприятная штука под названием софт 404, может быть, слышали, это когда, ну, все мы знаем, что когда страниц нет, по умолчанию веб-сервер дает в формате, в протоколе HTTP, как бы, есть такой ответ 404, да, то есть, мы, соответственно, клиент это понимает и там либо показывает какую-то страничку, либо там что-то делает, исходя из этого. Вот. Софт 404 – это когда пользователи, опять же, вебмастер на стороне веб-сервера может эту ситуацию каким-то образом пытаться обработать и вместо, там, стандартной страницы ответа, например, отдавать какую-то кастомную HTML-ную страницу. Вот. При этом далеко не всегда он, например, может оставить ответ 404. Вот. И, например, если страницы не будет, он будет отдавать, там, либо одну и ту же страничку, либо чуть-чуть измененную, но при этом может, например, отдавать, там, ответ 200, да. Вот. И, соответственно, та программа, там, которую, ну, спайдер, который все скачивает, он не поймет это. Вот. Он будет считать, что это валидная страница и будет пытаться ее, там, потом отправить в индекс. К всему прочему, в вебе довольно много в той или иной степени дублированного контента, то есть начиная от того, что, ну, в первую очередь, это, конечно, какие-то зеркала сайтов, которые там либо размещаются на разных доменах, либо специально там делают, опять же, для того, чтобы вот, просто сейчас как бы в меньшей степени раньше было популярно размещать на разных каких-нибудь хостингах один и тот же сайт. Хуже, когда часть контента, например, дублируется, он либо просто там копируется, либо как-то немного изменяется, но, в общем-то, тоже, например, он может считаться, соответственно, дубликатом. Это относительно сложная задача понимать, что есть дубликат, а что нет. Так, соответственно, ну, в первую очередь, вообще, как бы, зачем нужно знать размер веба, но основные две вещи – это прежде чем мы строим свою поисковую систему, мы хотя бы должны примерно представлять, сколько документов мы хотим иметь в себе в индексе и по какому количеству документов искать. Вот. Ну и опять же, сколько мы хотим скачать, как часто мы хотим наш индекс обновлять, все это зависит от того, сколько мы рассчитываем документов у себя хранить, потому что одно дело, например, это один миллион документов, другое дело, там, миллиард, третье дело – это, там, десятки миллиардов. То есть, опять же, это разные затраты, именно уже с точки зрения архитектурного построения поисковой системы. Вот. Поэтому обычно, так как веб, в общем-то, бесконечный, поисковые системы несколько ограничивают размер этого веба для себя, то есть, по сути, это становится такой статически индексируемый веб, то есть, на какой-то момент времени поисковая система считает, что вот веб – это вот то, что у нее в индексе. Она пытается выбрать наилучшие там сайты и страницы, задает, возможно, какие-то квоты там, то есть, более популярным, хорошим сайтом выделяется больше квот в индексе, менее популярным там или каким-то, соответственно, меньше, спамным там или еще вообще как бы не попадают в индекс. Ну, или могут попасть, могут и не попасть. Там все зависит, не знаю, погоды. Я к тому, что, зная как бы свои пределы именно в плане инфраструктуры, мы, с одной стороны, можем, ну, вернее, должны ограничивать размер того веба, который мы, по которому мы хотим искать, с другой стороны, если мы, как поисковая система, видим, что тот индекс, который, по которому мы ищем, он растет, и он уже не влазит к нам, а мы должны, соответственно, расширяться, там, добавлять серверов и так далее. То есть, в общем-то, система также должна быть расширяемая, то есть масштабируемая. Так, ну, тут, наверное, очень интересно. Так, это мы уже говорили. А, ну, собственно, еще раз, значит, сейчас чуть мы остановимся на рекламе, вообще как оно работает, а дальше потом перейдем именно к спайдеру. Итак, как, собственно, раньше это было. Вот такой пример, вот, скриншот, к сожалению, не очень хороший, маленькая картинка, но, в общем, вот, первая эта система GoTo, тут стоит отметить, что вот здесь, как бы, и писалась стоимость этого объявления. У каждого, точнее, у каждого результата, который показывался, у него была, в общем-то, стоимость. Прикольно, да? Соответственно, там, вот этот, не знаю, сайт, какой-то там Buddy Blake готов был заплатить по определенному запросу, там, 38 центов за то, чтобы он показался на первой странице. Вот. При этом, опять же, он платит не один раз, он платит каждый раз, когда пользователь кликает по этой ссылке. То есть он, скажем так, платит за то, что на его сайт кто-то перешел. Вот. Ну и, как бы, ранжирование тут было, в общем-то, относительно простое, согласно тому, кто больше заплатит. Ну и, значит, нету никакого разделения, все, как бы, основные результаты и платные, они показываются вместе. Вот. После того, как, значит, Google ввел, собственно, свою, то есть систему контекстной рекламы, эти результаты стали разделяться. Ну, в общем-то, при этом, например, один и тот же сайт, он может одновременно показываться и там, и там. То есть он может по какому-то запросу, по которому ему интересно, как разместить платное объявление, и оно будет показываться в этом блоке платных объявлений. А при этом, в общем-то, поисковая система также может ее выбрать и показать в результате, ну, то есть в обычной выдаче. Вот. Ну, да, вот такой еще часто возникающий вопрос, это учитывает ли поисковая система, там, как один из факторов ранжирования, то, что те сайты, которые, как бы, платят за объявление, каким-то образом дают ли им бонус для показа здесь. Но обычно, как бы, все говорят, что это вообще никак не влияет. Будем этому верить. Мы рассмотрим такой общий принцип. Вот. Он называется принцип аукциона. Причем не просто аукцион, а он такой, более хитрый. Значит, каким образом все это работает? Естественно, каждый может заплатить за какие-то, ну, то есть показ объявлений по каким-то ключевым словам. Ну, понятно, что деньги будут списываться только в том случае, когда кто-то кликает по данной ссылке, там, отдельный разговор, это как учитывать накрутки, да, то есть, как бы, чтобы, наоборот, там, конкуренты не списывали, чтобы не писали программы, которые там будут кликать по этим ссылкам. Это, кстати, тоже отдельная такая, ну, то есть, система, на самом деле, которая должна это все определять и, в общем-то, пытаться это минимизировать. Такие моменты. Вот. Значит, используется так называемый секонд прайс аукцион. Он, сейчас я расскажу подробно, как он работает. Следующим образом. Сначала, ну, понятно, что просто показывать объявления по, вообще, как бы по цене, это не очень хорошо, потому что хочется показывать, с одной стороны, зарабатывать деньги, с другой стороны, показывать какие-то релевантные результаты. Вот. Поэтому, как бы, мы хотим получить некий такой комбинированный подход. С одной стороны, он должен быть, учитывать релевантные, с другой стороны, в общем-то, показывать, ну, те объявления, которые пронесут нам больше денег. Вот. Поэтому в данном случае ключевая, как бы, метрика показа, это так называемый CTR. То есть, click-through rate. Вот. В этом тоже будет отдельный пример. Я покажу, как вообще, как бы все это рассчитывается, чтобы было понятнее. Соответственно, CTR, ну, по сути, как бы, да, в простом случае он считается, грубо говоря, сколько раз мы показали, при неотношении того, сколько покликнули, например, по ссылке к тому, сколько раз ее показали. Вот. Соответственно, чем он ниже, тем считается, что, как бы, это данное объявление, например, по данному запросу будет менее релевантно. Это, как бы, нужно учитывать, потому что, ну, там, несмотря на то, что, например, за это объявление платят нам больше денег. Но в итоге это сказывается на пользователях и не очень хорошо, опять же, на поисковой сети. Вот. То есть, в первую очередь учитывается, значит, баланс CTR и того, сколько люди платят. Второе, кроме всего этого прочего, конечно же, также учитываются какие-то геофакторы. То есть, понятно, что там человек, который вводит запрос, не знаю, там, в Челябинске и там заказ такси, наверное, нет смысла ему показывать какие-то, может быть, страницы там или объявления, которые именно там будут давать ссылку на заказ там такси в Москве или еще в каком-то другом городе. Поэтому, естественно, это тоже все нужно учитывать. Пока из рекламы возможно, там даже время суток. И, в общем-то, какие-то другие факторы, которые есть, учитываются при ранжировании, при обычном ранжировании поисковой сети, они также здесь могут играть свою роль. Вот. Ну, естественно, основной фактор остается релевантность объявления и того, той страницы, куда переходит человек, тому запросу, который пользователь ввел. Вот. Ну, и, в общем-то, на основе, в общем-то, той схемы, которая там предлагается Google, можно понять, как вообще это работает. Так. Ну, у нас есть четыре рекламодателя. Соответственно, есть некая сумма, бит, то есть это максимальная цена, которой каждый из них готов для данного контекстного запроса заплатить, ну, за клик. Да? Вот. Есть некий CTR, как бы это знание, полученное раньше. Ну, да, изначально он ноль. Тут есть свои способы каким-то образом взять минимальный возможность сначала. Ну, мы считаем, что он у нас есть и исходим из этого. То есть, опять же, для каждого рекламодателя есть определенный CTR, и, по сути, оно, как бы, там, показывает некую отношение, как бы, вероятность того, что пользователь кликнет по этому объявлению, когда оно будет показано. Также есть, собственно, адранг, который рассчитывается простым умножением, собственно, той стоимости, которую готовы заплатить на CTR. Вот. Соответственно, оно, он, этот ранг будет определять, опять же, насколько пользователь, соответственно, с одной стороны, у него релевантное объявление, с другой стороны, насколько он может заплатить за это. Вот. То есть, тут можно балансировать, если этим. Так, ошибочка. Ну, в общем, ранг — это, собственно, исходя из этого, мы считаем, как бы, некий ранг в аукционе. То есть, вот, в данном случае самый высокий ранг будет у третьего рекламодателя, потому что у него довольно высокий CTR. Ну, и, в общем-то, готов заплатить он тоже не самую маленькую сумму. Ну, и так далее, да. Ну, соответственно, мы их можем уже каким-то образом отранжировать. И, в итоге, собственно, последняя колонка показывает, на самом деле, исходя из всех этих показателей, ту цену, которую он реально будет платить. Вот. Вычисляется она, как бы, следующим образом. Значит, несколько как бы будет так хитро. То есть, мы берем сначала CTR, там, стоимость… Так, мы берем, значит, для первого объявления, мы считаем его следующим образом. То есть, сначала… То есть, для него мы считаем, что оно наиболее, как бы, релевантное. Мы берем… Перемножаем, собственно, вид 2 и CTR. То есть, по сути, вот этот отранг от объявлений, которое будет на втором месте. Вот. И делим его на тот CTR, который, как бы, есть у нас. Вот. Исходя из этого, у нас… Ну, там еще потом прибавляется 1 цент. То есть, по сути, что у нас получается? Значит, 2… То есть, здесь будет 3 доллара, умножаем на CTR, 0.03, значит, 0.09, делим это на 0.6, получается 1.50. Соответственно, ну и как бы все остальное. То есть, по сути, как бы, для каждого объявления берется… В основном учитывается стоимость и CTR его последователя, и при этом учитывается CTR, который, как бы, есть у нас. То есть, чем выше наш CTR, да, тем, соответственно, знаменатель у нас будет больше, тем стоимость, как бы, будет меньше. Вот. Ну, в общем, эта схема, она, на самом деле, призвана к несколько… С одной стороны, чтобы не было каких-то перекосов, с другой стороны, то, что те объявления, которые с хорошим CTR, они все равно, как бы, они должны вылезти не только за счет CTR, но и за счет того, что они, как бы, платят относительно приличную сумму, чтобы не провалиться, как бы, вот в этом ранге. Точнее, ну да. Вот. И, соответственно, как бы, найдя этот баланс, можно, там, все время держаться на верхней строчке. На самом деле, по каким-то очень высокочастотным запросам, там, не знаю, там, что у нас, пластиковые окна, там, да, вот, соответственно, там стоимость клика реально будет очень большой. Вот. И просто тут, как бы, сам такой баланс, потому что оно же не… Они же не просто так платят эти деньги, они платят, потому что большая конкуренция. Вот. И, как бы, рынок сам на… Ну, то есть, рынок, в данном случае, вот эти рекламодатели, он сам начинает подстраиваться, и, как бы, тоже подтягиваются. И, как бы, люди со мной не могут платить до бесконечности. Вот. И вот эта система, она, на самом деле… Ну, да, какое-то время он будет показываться первой. Потом, скорее всего, как бы, остальные тоже подтянутся. Вот. Честно говоря, больших каких-то подробностей, я вот с рекламой там изнутри не знаю, как оно точно работает, потому что это такая отдельная тема. Вот. Но мне кажется, что вот как раз вот эта система, как бы, двойного аукциона, она призвана, как бы, чтобы эта система была самобалансирующейся. Так. Почему у нас не работает? Ну, понятно, что плюсы очевидные, компания получает прибыль с того, что каждый раз кто-то кликает по ссылкам, а пользователь, в общем-то, получает относительно релевантное объявление, кликает по ним, переходит. Хорошо, все, в общем-то, если его удовлетворяет. Рекламодатель с тем самым и находит новых клиентов, может, опять же, влиять на то, чтобы каким-то образом продвигать свой, там, сервис, сайт, там, товар по определенному классу запросов, именно влиять просто на прямую через увеличение тех денежных средств, которые он готов на это потратить. Вот. Ну, естественно, как бы, есть и минусы. Такой самый простой вариант, который приходит сразу в голову, это мы покупаем какую-то рекламу по каким-то ключевым словам, ставим там ссылочку, перенаправляем через нее, например, трафик на какой-то, не знаю, сайт на третьей стороне или страничку, которая реально будет, например, нам за показы платить больше, просто потому что там показывается куча рекламы, например. Вот. Соответственно, пользователь кликает, грубо говоря, мы платим одну сумму, но в итоге получаем больше. Ну, то есть такой очень, такой грязный, на самом деле, способ такой игры на вот этом. Вот. Естественно, пользователю это не нравится, он закрывает эту страницу и как бы не удовлетворяется тем, что он нашел. Но на самом деле такой вот этот рекламный, то есть это такой, конечно, способ, с которым умеют бороться, но есть куча других вариантов, и с этим также вот эти рекламные спамеры постоянно как бы пытаются каким-то образом это обмануть. Вот. Поэтому, опять же, строя такую систему, это нужно учитывать и пытаться каким-то образом предсказать, либо защитить пользователя от таких действий. Так. Ну, давайте, наверное, сейчас... Начнем чуть-чуть про спайдер, потом сделаем перерыв, потом продолжим. Зачем нужен спайдер и вообще, что он должен делать? Мы пишем свою поисковую систему, если мы ищем по вебу, скорее всего, у нас нет никакого заранее приготовленного контента. Но, например, мы можем, имея некий список, например, известных рулов, его можно откуда-то, в общем-то, получить, скачать там из Википедии, либо еще откуда-то, в общем-то, можно поискать там топ каких-то сайтов. Мы можем, значит, его взять и начать, в общем-то, скачивать эти страницы, извлекать из них ссылки и ходить по ним дальше, и таким образом обкачивать, продвигаясь как бы дальше. Ну, то есть, по сути, мы начинаем ходить по этому графу, методом поиска в ширину. Вот, собственно, цикл этот должен постоянно повторяться, потому что все новые и новые ссылки появляются, мы находим все новые и новые ссылки, хотим их к себе добавить, вот, и в итоге вся эта схема должна постоянно работать. С точки зрения таком, самого как бы веба, все это выглядит так, что у нас есть какое-то небольшое количество изначальных страниц, так называемые seed pages, есть какой-то огромный веб, который, не знаю, никто там не знает, какого он размера, вот, и мы хотим, в общем-то, покраулить по этим страницам, выдрать из них ссылки, определить, опять же, какую-то новую область, которую мы уже видели, и вот тем самым, как бы ее уменьшая, считать, что, в общем-то, мы получаем, ну, то есть, мы знаем о этом вебе все больше и больше. Вот, под URLs Frontier обычно называют некую такую очередь урлов, которые нам поступают на наш спайдер, и которую он использует для выкачки. Задача, как бы, соответственно, простая, там, скачать интернет, вот, но, в общем-то, далеко не так все просто, даже, по сути, имея, может быть, там, какие-то большие или неограниченные ресурсы, все равно будут проблемы, ну, в частности, первые, да, то есть, сразу, что приходит в голову, наш спайдер должен быть каким-то распределенным, потому что, если, чем больше и больше урлов, там, и сайтов мы знаем, тем меньше вероятность того, что мы все это сможем обработать на одной машинке, соответственно, мы каким-то образом должны уметь расширяться в ширину, собственно. Второе – это, опять же, интернет, он такой плохой, много там всяких нехороших сайтов, нужно все это уметь определять, каким-то образом бороться, например, спам, вирусы, прочие вещи, опять же, та же реклама какая-то, очень назойливая. Есть еще такая штука, как, там, ловушки для спайдера, то есть, когда, например, какой-то процесс, который на спайдере, который начинает ходить по ссылкам, может, там, переходя по одним и тем же ссылкам, ну, по сути, зацикливаться, да, вот, постоянно обкачивая, там, либо одни и те же страницы, либо одни и те же сайты, это может быть сделано как случайно, так преднамеренно, вот, спайдер это тоже должен уметь обрабатывать. Ну, и, собственно, даже хорошие страницы, на самом деле, они, в общем-то, тоже не все такие, с одной стороны, хорошие, то есть, потому что они могут отличаться, начиная от того, что скорость доступа к ним может быть по-разному изменяться, какие-то сайты отдают контент быстро, какие-то медленно, кто-то размещается там быстрого хостера, кто-то на виртуальном, вот, ну, то есть, как бы, если мы будем как-то, грубо говоря, не скачав URL с одного сайта, не сможем перейти к URL с другого сайта, мы можем просто упираться в скорость обкачки. Соответственно, структура сайтов тоже часто неизвестна, как бы есть какие-то, может быть, общие паттерны, там, для стандартных, для сайтов, которые делаются на стандартных движках, вот, но, опять же, далеко не всегда это так, все делают сайты, как хотят, и, опять же, если сайт большой, то насколько, как бы, глубоко мы вообще должны в него уходить, то есть, там, начиная с главной страницы, там, вторые страницы и так далее. Ну, и, как уже говорилось, довольно-таки большой процент сайтов и вообще веб-контента является дубликатом. Тоже это нужно уметь обрабатывать, например, эти, определять такие сайты, их перестать, там, либо перестать обкачивать, либо как-то обкачивать в полном объеме, только периодически проверяя, что ничего не изменилось. Вот. Ну, и ко всему прочему, опять же, проблема еще в том, что наш, как бы, спайдер, если мы, там, особенно, если мы какая-то компания, а не просто человек, который пишет, он должен быть вежливым, потому что, имея большие мощности, мы все равно должны это учитывать, что много сайтов, которые мы не можем, там, одновременно, например, с одного сайта скачать, там, сделать к нему сто запросов или тысячу, выкачать, как бы, разные урлы, даже, если мы все эти урлы знаем. Ну, просто потому, что этот сайт, скорее всего, не выдержит, там, ляжет, и в итоге мы не получим ни контента, плюс человек, хозяин этого сайта, будет недоволен. Может, что-нибудь плохое про нас написать. Вот. Поэтому, первую очередь, как бы, любой такой большой спайдер, он должен быть вежливый. Тут, на самом деле, конечно, тоже понятие вежливости довольно-таки относительное, потому что спайдеры ведут себя по-разному, и с одной стороны, мы, да, да, мы, конечно же, должны обходить только разрешенные страницы, скажем так, не пытаться, там, возможно, ходить по каким-то страницам, на которых реально, как бы, нету хорошего контента, либо это сессионные страницы, либо еще что-то. Вот. В любом случае, должны соблюдать протокол robots.txt. Вот. И... Но с другой стороны, как я уже говорил, должны обрабатывать спайдер-трепы. Вот. И, опять же, быть устойчивым к тому, что веб-сервер нам как-то может, например, странно отвечать. Например, он может долго передавать ответ. Вот. То есть, мы будем какой-нибудь, там, сколько-то процессов, потоков нашего спайдера будут в это упираться, они, соответственно, будут просто ждать ответа от веб-сервера. Либо так же, как клиент может передать какой-то плохой заголовок на веб-сервер, так же и веб-сервер может, ну, или хозяин этого сайта может нам отправить какой-то невалидный или зловредный заголовок, который может, не знаю, завалить наш спайдер там с ошибкой. То есть, это нужно тоже уметь обрабатывать. Я, кстати, тут не буду подробно останавливаться на протоколе HTTP. Я думаю, наверное, вы в курсе вообще, что это такое и как бы там примерно вообще как он работает, да, то есть прикладной там, что это протокол прикладного уровня, который работает на стороне собственного приложения. Вот. В общем-то, он довольно-таки простой. Да, мы должны быть распределенными, уметь запускаться на, собственно, многих машинах, желательно уметь масштабироваться. вот, то есть при добавлении машинок мы увеличим производительность, качаем больше, все хорошо. Также, опять же, учитывая все проблемы, которые, о которых говорилось раньше, мы должны стараться написать такое приложение, которое будет работать на, там, по максимуму своей эффективности все время, а не так, что там, какими-то волнами. Вот. То есть стараться использовать всю производительность и ресурсы, которые у нас есть, там, на 90%. Вот. Вторая задача, которая, на самом деле, довольно-таки сложная, это, собственно, в первую очередь стараться качать качественные страницы. Тут основной вопрос, как понять, что они качественные. Ну, если нам, например, какой-то, там, список сайтов мы можем примерно прикинуть, то на самом деле даже на одном и том же сайте какие-то страницы мы захотим скачать в первую очередь, какие-то во вторую, а какие-то, может быть, вообще не захотим. Вот. Вторая проблема это постоянное обновление, то, что мы хотим скачивать, естественно, вернее, иметь у себя в индексе наиболее свежие копии страниц. Возникает вопрос, как бы, мы скачали страницу, а когда мы должны перекачать? Сразу же или там, не знаю, через день, через месяц? Вот. То есть тут тоже такое неоднозначность. Ну, естественно, должна быть расширяемость, это может быть не настолько, как бы, актуально, но все равно периодически появляются какие-то новые форматы, которые нужно учитывать при выкачке, там, те же какие-то форматы XML, RSS, может быть, другого какого-то контента. То есть это также стоит поддерживать. Ну и в итоге вся наша вот эта схемка такая простая, она сводится к тому, что, во-первых, мы имеем, как бы, несколько спайдеров, то есть он должен быть многопоточным, параллельно забирать урлы из некой, возможно, общей очереди, ну, в таком виде, соответственно, которая делится на какие-то сегменты, каждый спайдер работает с определенными сегментами этой очереди, вот, и опять же ходит потом, параллельно мы обкачиваем какие-то разные части веба. Так. Ну, давайте, наверное, сделаем перерыв. Посмотрим, собственно, тот компонент, который, на самом деле, довольно-таки важный и относительно сложный в построении. Это, собственно, очередь урлов, которую мы будем использовать как некий пиджи-источник получения урлов на выкачку. Так. Собственно, какие основные моменты? В первую очередь, естественно, то, что может быть очень много урлов с одного и того же хоста, то есть с веб-сайта в ней содержаться, поэтому нужно каким-то образом понимать, какие брать в первую очередь, какие во вторую. также она не должна опять же отдавать параллельно различным инстансам спайдера урлы с одного и того же хоста, чтобы они параллельно не начинали обкачку одного и того же сайта, тем самым не задосили его. Ну и с другой стороны, она должна управлять как бы неким балансом того, чтобы, зная количество каких-то потоков либо инстансов нашего краулера их загружать так, чтобы они все время работали, что-то делали. Вот. Значит, прежде чем мы будем рассмотреть, как она работает, сначала как бы чуть-чуть как бы пару слов о том вообще, как бы какие правила есть и, в общем-то, как их соответственно соблюдать. Ну, самое основное это так называемые явные правила, это файл robots.txt который содержит некие указания по поводу того, что какие разделы сайта качать, какие не качать. А. Неявные правила, ну, как бы мы все понимаем, что, как уже говорилось, нельзя перенагружать сайты большим количеством запросов, вот, и это нужно обязательно учитывать. При этом опять же возможно, как бы есть какие-то большие сайты, которые мы можем качать параллельно в какое-то количество потоков и для них это будет абсолютно ненапряжно, то есть они в общем-то на нагрузку это могут даже не заметить, но для большинства сайтов это невыполнимо. Робот.txt вкратце появился так относительно давно такой очень простой протокол, собственно, который позволяет владельцам сайта ограничивать доступ к контенту на этом сайте. Собственно, в первую очередь владелец должен положить в корень своего сайта файл robots.txt вот, и в нем прописать те правила, которые должны быть. Штука на самом деле полезная, вот, многие этим пользуются, и это хорошо. Пример такого сайта, пример роботов, значит, основные директивы, которые там оказываются, это, в первую очередь, это юзер-агент, то есть, это тот, имя того спайдера, робота, которому будут применяться данные правила, то есть, когда стоит звездочка, соответственно, мы используем, ну, это относится ко всем. этим краулером, соответственно, через правило Dislau мы указываем разделы сайта, которые мы не качаем, и которые не нужно индексировать, опять же, по умолчанию рассматривается, что справа стоит звездочка, поэтому, как бы, все, что подпадает под это правило, но не, ну, то есть, эти страницы там, или разделы сайта не должны качаться, есть правило, опять же, можно также указывать там отдельные файлы, например, какие-то, есть, опять же, правило обратное, allow, то есть, которое позволяет, например, из какого-то, например, подраздела, ну, в частности, здесь можно было, допускает, как бы, выкачку страниц из этого раздела сайта, опять же, можно указывать определенные правила для каких-то конкретных поисковиков, то есть, их роботов, например, там, вот, для нас можно указать, что можно качать все, вот, и относительно недавно появившаяся директива в robots.txt, это указание пути к файлу sitemap.xml, чуть попозже о нем расскажу, в общем-то, такой полезной штука для того, чтобы, опять же, призвано управлять тем, какие страницы, например, должны в первую очередь обкачиваться, какие затем. Так, и, в общем-то, основные шаги, которые у нас возникают при выкачке, это в первую очередь мы должны выбрать URL, тут основной вопрос, какой URL брать, рассмотрим, как бы, один из подходов, как можно это делать, соответственно, затем отправляем HTTP запрос, получаем обратный ответ, выкачиваем этот URL, затем наступает операция, когда мы хотим этот документ скачанно обработать, ну, в первую очередь, извлечь из него какие-то ссылки на другие URL, пока, как бы, рассматриваем такой упрощенный вариант, затем проверить, что этот документ, например, как бы, есть уже в нашей базе, вот, если он, если его нету, то мы его добавляем, ну, в самом первом приближении в индекс, обычно, как бы, мы его куда-то складываем, только потом уже добавляем в индекс, вот, если, например, он обновился, то обновить, если он такой же есть, мы его не добавляем, потому что зачем его еще раз переиндексировать, то же самое, ну, вернее, похожие операции проделываем для ссылок, но ссылок, на самом деле, намного больше, которых мы извлекаем, вот, поэтому, в первую очередь, мы проверяем все ссылки, прогоняем по неким фильтрам, там, blacklist, whitelist, там, убеждаемся, что мы хотим эту ссылку у себя, например, иметь, вот, если мы ее еще не отправили в очередь, хотим ее скачать, добавляем в очередь, если нет, то нет, вот, тут, собственно, основной вопрос, естественно, возникает, как, как бы, проверять наличие такой ссылки у нас уже в очереди, да, то есть, как бы, должна быть какая-то, ну, когда ссылок немного, вообще мы качаем небольшое количество, это, в общем-то, несложно, но, так как, ссылки нужно проверять постоянно, то есть, эта операция должна быть относительно быстрая, вот, и при этом, если у нас наш краулер распределенный, то нужно какое-то общее хранилище иметь, видимо, и такая довольно, в общем-то, нетривиальная задача на самом деле. Вот, значит, собственно, приходим к тому, что основная схема, собственно, архитектура, как бы, нашего спайдера выглядит следующим, что есть, как бы, некий уровень, естественно, интернета, есть самый близкий к нему уровень, это некого такого фетчера, то есть, опять же, какого-то процесса, либо нескольких процессов, которые именно, выполняют сетевую часть, то есть, отправляют запросы в сеть и получают обратно результат. Второе, он, вернее, второй компонент спайдера, это, собственно, очередь урлов, с которой взаимодействует фетчер, откуда забирает урлы на выкачку. Вот, а третий компонент, опять же, это не спайдер, это общий компонент, как бы, интернета, с которой мы должны учитывать это сервис DNS, то есть, для резолвинга хостов в IP, опять же, тут, почему он как бы учитывается, потому что, если мы массово, наверное, начинаем выкачивать, мы говорим, множество сайтов, мы должны массово будем резолвить, вот, а если мы начинаем массово резолвить, какой-нибудь общедоступный резолвер, он нас может забанить, потому что мы как бы будем управлять на него очень много запросов, поэтому, как один из вариантов, мы кэшируем часть ответов у себя, ну, ладно, об этом чуть попозже. Третье, это компонент парсинга, который, собственно, извлекает ссылки, на самом деле, кроме всего этого прочего, он делает много чего еще, он в первую очередь, например, ну, во-первых, естественно, пытается определить кодировку документа, его язык, тип документа, возможно, каким-то образом взять оттуда текст, там все остальное убрать. Затем мы проверяем, что вот в некой нашей базе, что этот контент мы уже, например, имели или нет, соответственно, выдираем отсюда урлы из данной страницы, отправляем их на некий компонент URL-фильтр, который проверяет все эти урлы. В частности, также у нас уже может быть, например, ранее скачена какая-то база файликов robots.txt для кэширования, то есть, чтобы каждый раз, опять же, не делать запрос и чтобы не отправлять на выкачку урлы, которые запрещены, обкачки заранее через файл robots.txt. Мы можем здесь же проверить урлы сразу по robots.txt. Проверяем, что через некую нашу, опять же, общую базу, что в множестве урлов, что такой урл у нас есть. Если его нету, то мы его можем добавлять в очередь на выкачку. Собственно, такая схема. Чуть попозже подробнее про DNS. Понятно, это такая отдельная как бы сервис в интернете, который, опять же, используется не только для веба, для резолвинга того хоста, который мы вводим в браузер, и мы хотим получить для него IP, либо несколько IP, которые ему соответствуют. Сервер, сервис на самом деле распределенный, и вообще такая у него, если так более подробно изучать, прикольная архитектура, потому что у него как бы нету какого-то централизованного хранилища, там есть основные сервера, которые отвечают, авторитетные, которые за разные зоны основные. А соответственно, так как у нас имя, ну, домен разделяется на несколько зон, то за каждую зону, опять же, можно отвечать один или несколько серверов. Значит, тут, ну, как бы, когда мы там просто работаем с браузером, проблем обычно нету, мы там редко делаем запросы, чаще они уже где-то закшированы, то есть наш запрос не отправляется куда-то далеко, а скорее всего резолвится на DNS сервере нашего провайдера. Но, опять же, при массовом резолвинге запросов таких скорее будет много, опять же, если у нас большое количество разнообразных доменов. Вот. И это нужно, опять же, учитывать нашей реализацией, потому что стандартные функции резолвинга, там, какой-нибудь хост, вот, а в операционных системах, ну, в частности, в Linux, там, gethost by name, по-моему, или как это называется, они, в общем-то, все блокируемые, то есть это что значит? То, что в рамках одного процесса, пока мы, как бы, выполнили отправили запросы, не получили результат, как бы, наш процесс спит, то есть он ждет, пока ему, пока вернется, пока мы выйдем из функции. Вот. Ну, это, в частности, касается не только резолвинга, а вообще, как бы, работать с сетью. я не знаю, если вы проходили где-то асинхронное программирование, то, наверное, понимаете, о чем речь. Собственно, проблема, как бы, заключается в том, чтобы процесс загрузить по максимуму, если он, как бы, отправил какой-то запрос на какой-то внешний ресурс, там, сетевой сервис, базу данных, там, не знаю, веб-сервер, в это время он может делать что-то полезное. Вот. И, соответственно, применяется как бы подход так называемого асинхронного программирования, обычно основанный на коллбеках. Вот. И, в частности, здесь, то есть, когда происходит какое-то событие, например, сокет готов для чтения, вызывается функция нашего коллбека, мы, соответственно, считываем, и все хорошо. То есть, мы работаем только в то время, когда мы готовы. Поэтому такой подход, когда мы там либо делаем префорк, то есть, создаем там сразу уже какое-то количество за процессов и с ними работаем там в пуле, да, либо на каждый запрос делаем форк, что еще вообще на самом деле хуже. Вот. Это все очень тяжелые операции, и там обслужить одновременно тысячи коннектов, соединений становится затратно, потому что 5G. У нас не тысяча ядер, как бы, да, на сервере какое-то временное количество. Вот. Им приходится постоянно свитчиться между процессами. Контекст-свитч в операционной системе тяжелая операция. Вот. Поэтому вот Nginx, и он, собственно, исповедует так называемый асинхронный подход, то есть, по сути, количество процессов, которые там используются, оно обычно равно числу ядер, которые там работают, которые у нас есть в системе. Вот. Но при этом каждый процесс обслуживает довольно-таки большое количество соединений. То есть, как это можно сделать? Это, в общем-то, можно сделать так, что, например, как мы, создавая сокет, как бы, да, мы не там пишем в него что-то или читаем из него сразу. Мы только это делаем по факту доступности, например, там, когда приходит либо запрос, либо сокет становится доступным. Вот. Тем самым, по сути, просто постоянно как бы процесс работает в таком, так называемом, лупе. Вот. Он опрашивает там те сокеты, которые готовы для какого-то определенного типа событий. Вот. Соответственно, если они готовы, он вызывает функции, которые что-то там делают. Если они не готовы, ну, очень, будем подождать или сделаем что-нибудь полезное. Вот. Собственно, на этом, в принципе, как бы, можно, опять же, строить синхронный DNS-резолвер, который только будет не сервером, а клиентом, но, в принципе, в общем-то, тоже. То есть, мы можем резолвить большое количество на разных, например, резолверах, либо у нас есть, стоит какой-то наш там внутренний резолвер, который хранит там большую часть информации о доменах. Вот. И мы опрашиваем его. То есть, тем самым мы снижаем нагрузку со сторонних резолверов, кэшируем часть данных у себя и, в общем-то, используя синхронный подход, можем выполнять большое количество обращений. Так, второе вещь, которая стоит упомянуть, это нормализация урлов. Тоже полезная и важная штука, потому как мы извлекаем как бы урлов много, урлы все пишут, люди, которые там делают страницы, либо они автоматически генерятся часто не очень аккуратно, поэтому одни и те же урлы могут, в общем-то, быть немножко по-разному написаны, поэтому мы должны их привести к некой нормализованной форме, которая отвечает стандартным правилам. Есть определенный формат, в общем-то, который это все описывает стандарт. Ну, самый простой пример, да, это когда резолвинг относительного урла к абсолютному, потому как, например, если на странице википедии есть относительный урл на какую-то ссылку, мы там как минимум должны переписать к нему схему и домен. И видя, что здесь первый встречается слэш, мы считаем, что урл начинается с корня. На самом деле таких правил довольно много, начиная от того, что мы должны, например, урлы, которые пишутся на разных языках, все приводить к одному виду, соответственно, квотировать какие-то определенные символы. Возможно, удалять что-то лишнее, опять же, вот, в первую очередь признак того, чтобы не дублировать как бы одинаковые урлы, которые, по сути, будут давать один и тот же контент у себя, тем самым уменьшая количество запросов и там хранение контента, размер хранения контента. И, в общем-то, это тоже такая задача, которая реализуется в спайдере. Про дубликаты, кстати, вообще поиск похожих дубликатов у нас будет даже отдельная лекция, потому что это, опять же, относительно нетривиальная задача, и как ее решать, например, на большой коллекции документов, миллиарды документов, не всегда сразу понятно, потому как есть разные подходы, вот, мы их рассмотрим. Но в любом случае мы хотим, мы точнее не хотим хранить много дублирующего контента у себя, в частности, один из таких примеров применяется подход, основанный на шинглах и на неких отпечатках документов, то есть фингерпринт, которые позволяют, сравнивая их, опять же, искать похожие. Кроме всего этого у нас скорее всего либо есть фильтры, которые генерятся либо в ручном, либо в полуавтоматическом режиме, которые фильтруют сайты, либо какие-то урлы. Опять же, мы должны проверять эффективно и быстро большое количество урлов, которые мы распарсиваем через эти фильтры, то есть на самом деле тоже такая задачка в плане того, как написать быструю проверку по регулярному выражению. Стандартные библиотеки работают все очень медленно, обычно. Поэтому тут как бы тоже соответственно второе кэширование файла как бы robots.txt тут несколько не совсем понятен например подход на какое время вообще его кэшировать, потому что никто нам об этом обычно не говорит, поэтому тут надо скорее руководствоваться здравым смыслом, если мы начинаем, обычно если у нас какой-то идет обкачка в пакетном режиме, то на какую-то там сессию, например, работы с сайтом в течение полчаса или часа обычно скачивается первым делом файл robots.txt и затем все урлы, которые у нас есть на выкачку, проверяются через него. Затем, так как обычно опять же файл robots.txt небольшой по размеру, обычно это текстовый файл, то скачать его не затратно, поэтому обновить раз в какое-то количество минут в общем-то бывает полезным. Но с другой стороны на каждый урл выкачивать параллельно как бы robots.txt не нужно, потому что опять же, хоть он и легкий, но все равно это в любом случае увеличит количество HTTP запросов в два раза, что нехорошо. так же, да, мы не хотим добавлять кучу дублирующих урлов, так это я говорил. Второе, что, вернее, третье уже, наверное, такая основная часть, которая, которую должен поддерживать наш спайлер, опять же, быть распределенным, то есть запускаться во множество потоков. Как его распределять? Ну, обычно каким-то образом мы берем сайты, берем там хэш, возможно, от домена, например, там второго или третьего уровня и раскидываем его именно по инстансам нашего спайдера. Тут возникает вопрос, как они будут взаимодействовать, например, между собой, да, потому что на странице одного сайта далеко не факт, что будут ссылки только на те же страницы этого же сайта, вернее, на странице этого же сайта, а скорее всего на другие, мы должны каким-то образом проверить, что у нас этих урлов уже нету, поэтому мы должны их отправить на тот, например, инстанс спайдера, который отвечает за тот фрагмент, сегмент интернета. это может создать дополнительную нагрузку. Поэтому в первом приближении так, конечно, и происходит, то есть по сути у нас добавляется некий компонент host splitter, который при получении урла после фильтрации отправляет его, то есть либо если урл хэш этого домена соответствует тому же, спайдер проверяет его здесь же, либо отправляет на другие ноды. Но на самом деле обычно все-таки используют какой-то централизованный сервис. Это также задача обработки какого-то большого объема данных. Значит, с одной стороны как бы есть у нас две цели, то есть мы должны как уже говорилось быть вежливыми, то есть не перегружать сервис за опросами, с другой стороны мы хотим иметь как бы свежий индекс, то есть кроме того, что мы хотим добавлять к себе новые страницы, которые выкачивают новые страницы, мы хотим и перекачивать как бы то, что у нас уже есть. Вот. Понимаете, что если у нас индекс например несколько миллиардов документов, то перекачивать это все там за день довольно сложно. Просто даже если посчитать трафик, который как бы это будет. Вот. Поэтому тут опять же нужно применять какие-то правила, там политику, строить какую-то модель приоритизации для того, чтобы пытаться предсказать, что как бы нужно перекачивать в первую очередь, что во вторую, а что может быть вообще можно только отложить и там перекачивать редко. Естественно, обычно есть некие разные новостные сайты, которые нужно перекачивать постоянно, но обычно опять же это все производится не в рамках какого-то большого спайдера, а уже такие отдельные спайдеры, небольшие у них отдельные базы, которые именно выкачивают и перекачивают новостные сайты постоянно, то есть постоянно скачивать главную страницу, получая оттуда новые ссылки на какие-то новые страницы. Так, сейчас, секунду, значит, в итоге, ну, в первом таком приближении вообще, как бы наша вот эта очередь приоритетов, она будет представлена в следующем виде. Это вот есть такой опенсорсный, на самом деле, спайдер Меркатор, вот, и на его основе мы попытаемся понять, как это работает. Значит, состоит она, что-то немножко поехала, презентация, ну ладно. Стоит она из трех, вернее, ну, и даже, наверное, из пяти таких основных компонентов. То есть, в первую очередь, URL попадает на некий компонент приоритизации, то есть, ему здесь отдается какой-то приоритет. Так, сейчас я посмотрю. Да, вот, я буду так перекликать, перее, там. Соответственно, затем у нас есть какое-то количество называемых фронт-кьюз, то есть, не знаю, как это по-русски, такого очередей первого уровня, что ли, там. Вот, которые, собственно, отвечают за распределение URL-ов согласно полученным приоритетам. Затем, собственно, при ней, точнее, они попадают, как бы, в разные очереди, а затем вот этот селектор, так называемый, он получает, как бы, выбирает наиболее приоритетные очереди, соответственно, берет оттуда наиболее приоритетные URL-ы и раскидывает их уже по какому-то количеству back-use, то есть, по именно тем очередям. Обычно, соответственно, каждой очереди здесь соответствует один хост. Вот, и она отвечает за то, чтобы не перегружать какой-то хост большим количеством запросов. То есть, и после этого уже через компонент, собственно, выбора хостов, урлов с этих очередей, мы их отправляем на выкачку. Так, значит, чуть-чуть, в общем-то, поподробнее, как это выглядит. Ну, просто, как бы, есть некий механизм приоритизации. Тоже такая штука довольно-таки может быть сложная. Опять же, она учитывает различные факторы для приоритизации урлов. Чем-то это схоже, в общем-то, на механизм ранжирования. Опять же, да, только тут, может быть, в первую очередь отличается тем, что, во-первых, у нас нету запросов поисковых. Во-вторых, далеко не всегда у нас мы уже что-то об этом урле знаем, потому что мы, если это новый урл, мы его не качали. Но, скорее, у нас, как бы, все-таки есть уже какая-то информация, например, про этот сайт, про, возможно, похожие урлы с этого сайта. Поэтому на основании, опять же, там, других факторов, начиная, там, от длины урла, наличие каких-то слов в нем и так далее, можно составить некую формулу приоритизации, вот, и, исходя из этого, назначать, соответственно, каждому урлу какой-то приоритет. После этого, значит, мы раскидываем, ну, у нас, как бы, есть какое-то количество очередей, там, К, собственно, которое соответствует приоритетам, то есть у нас приоритеты будут от 1 до К. Соответственно, согласно полученному приоритету данный урл отправляется в эту очередь. Здесь все эти очереди являются, ну, исповедуют, собственно, принцип стандартной очереди FIFO, то есть first input, first output, проталкиваются сюда. Вот, здесь, так, это я, значит, сейчас сказал. Так, да, вот есть основной компонент, затем, который, так называемый, там, biased from Q-selector, но не в сути. На самом деле, просто, как бы, некий механизм выбора, в общем-то, урлов из данного количества очередей. Собственно, он работает как? Когда за тем BQ запрашивает урл, ну, или, например, какой-то, обычно, не по одному урлу все-таки мы работаем, а по какой-то пачке урлов, вот, он должен, собственно, выбрать, например, тот front Q, из которого, собственно, взять эти урлы или несколько front Qs, вот. Ну, обычно может использовать, опять же, механизм, там, раунд-робина, то есть начиная, там, например, с самой приоритетной очереди, если там урлов нету, либо они по какой-то причине не подходят для BQ, например, с данного хоста уже много там урлов, и пока еще не нужно брать новые, вот. Вот, собственно, он может брать урлы из других очередей, соответственно, ну, или как бы использовать какой-то более сложный механизм, на самом деле, взаимодействия, там, из каких-то очередей взять, брать более чаще, из каких-то менее чаще, можно даже что-то рандомизировать, вот. И тем самым после этого, собственно, он отправляет эти урлы на так называемые вот эти BQs, вот. Так, их, собственно, количество, оно задается, и, ну, по сути, оно там соответствует, ну, точнее, не соответствует, но часто оно, наверное, соответствует все-таки какому-то количеству потоков в нашем спайдере, в общем, который, как бы, у нас есть, чтобы мы, ну, исходим из того, что урлы в каждой очереди соответствуют, там, одному или нескольким сайтам, вот. Но при этом все урлы одного сайта будут в одной очереди. Поэтому он, так, так, так. Да, и вот тут еще, как бы, есть такая штучка обычно сбоку, что-то, опять же, уже в очереди с приоритетом, которое будет учитывать, точнее, выбирать, например, те урлы, вернее, брать те очереди, у которых урлы соответствуют, например, некому времени, по которому мы считаем, что подошла очередь их обкачивать. То есть, тем самым можно приоритизировать, скажем так, если урлов одинаковые приоритеты, они все с одного сайта, мы задаем дополнительный приоритет, например, времени. Насколько, как бы, этот урл протух, скажем так, то есть, и выкачиваем более, как бы, старые, вроде, то есть, те, которые мы обновляли позже, которые качали раньше, и, соответственно, мы их хотим обновить в первую очередь. То есть, тем самым, как бы, мы будем все-таки как-то подчищать этот хвост протухших урлов и стараться все-таки его перекачать, как бы, в первую очередь. Так, ну, значит, сейчас это я уже рассказал. Давайте, наверное, чуть дальше пропустим, потому что у нас времени уже не так много. В итоге, на самом деле, тут еще, как бы, что стоит отметить, чтобы поддерживать загруженность всех потоков, как бы, должен, опять же, быть какой-то некий запас урлов в этих очередях, ну, и вообще, как бы, количество очередей. Поэтому обычно увеличивается, вот в данном случае, количество очередей все-таки делается, там, в несколько раз больше, чем количество потоков, тем, чтобы, там, то время, которое тратится, опять же, на взаимодействие между очередями, в это время, собственно, сам компонент фетчера, который качает, что-то делал, получал, как бы, к себе урлы. Так, чуть-чуть по основным таким моментам, которые стоит учитывать, значит, уже говорили про свежесть, то есть freshness нашей базы. Так как понятно, что веб постоянно обновляется, страницы добавляются, удавляются, мы должны стараться, в общем-то, с одной стороны, перекачать, как бы, ранее скачанные страницы, ну, чтобы понять, что они там изменились, или, например, не изменились, или они протухли, и вообще уже по этим урлам ничего не отдается. Соответственно, ну, чтобы по возможности иметь свежий индекс, тем самым, как бы, и чтобы пользователь получал наиболее, с одной стороны, релевантные, с другой стороны, свежие, актуальные данные, согласно его запросам. Вот. Ну, потому что мало кому захочется пользоваться каким-то там старым индексом поисковым. Поэтому, ну, как один из вариантов, например, если мы не хотим перекачивать постоянно все, мы можем использовать такую более хитрую технику, используя, собственно, тип запроса head из протокола HTTP, который позволяет, там, вместо get отправлять head, и тем самым обратно нам будет возвращаться только заголовок этого ответа. То есть не будет приходить контент, что, естественно, существенно снижает общий объем трафика. Вот. И опять же, по каким-то признакам, которые передаются, мы можем определить, что, например, контент не изменился. Ну, в частности, нам, например, может отдаваться дата изменения этого контента. Есть такой, вернее, дата не изменения, дата запроса, перепутал, извините. Есть, собственно, заголовок last-modified, который отвечает за то, когда данный контент изменился. Вот. К сожалению, далеко не все, как бы, веб-сервера правильно отдают этот заголовок, потому что, ну, в первую очередь он верен, конечно, для тех, для того контента, который является статическим, то есть для файлов, для динамического контента, который там собирается из различных источников, из баз данных и так далее. Часто он не всегда бывает верен. Вот. Есть еще дополнительный заголовок e-tag, который вот содержит некий такой себе, опять же, фингерпринт, как бы, этой страницы, который также можно использовать и сравнивать с тем, который у нас уже есть. Опять же, можно проверять, естественно, контент-лэнкс, то есть длину, собственно, самого контента. Вот. И вот исходя из этого, в общем-то, можно, в первую очередь, даже это касается не HTML, это касается картинок, например, то есть их можно так простукивать, что, во-первых, по ним что-то отдается, хороший ответ, во-вторых, то, что, например, они не изменились, так как, опять же, картинки меняются редки, поэтому, например, для картинок более актуально просто проверять, что по этому урлу там не отдается 404. Вот. Для HTML, конечно, как бы стоит проверять более серьезно, но, как показывает практика, опять же, не очень большой процент вообще контента и урлов в интернете правильно содержит, ну, во-первых, содержит эти теги, а во-вторых, как бы правильно их представляет, к сожалению. Хотя, в общем-то, они для этого и предназначены. Так как проверять, естественно, все страницы невозможно, то тут, опять же, это какой-то такой компромисс, мы должны чем-то жертвовать. И, естественно, проверять там, в первую очередь, с нашей точки зрения, например, важные страницы, например, те страницы, по которым там пользователи часто ходят, или те сайты, по которым пользователи часто ходят, или те страницы, которые мы уже качали несколько раз, они постоянно меняются, да? То есть мы тем самым как бы можем понять, что эта страница меняется. Вот. Собственно, под фрешностью мы понимаем как бы некую там пропорцию, какую-то часть страниц в индексах, которая, на наш взгляд, является относительно свежей, то есть если мы задаем как бы некий какой-то период времени. Вот. Но если мы как бы будем оптимизировать эту метрику, например, то это не всегда хорошо закончится. И скорее как бы тут стоит использовать некую метрику под названием age, то есть какой-то возраст нашего индекса. Опять же, если вот мы считаем, что вот фрешность — это, скажем так, что некий период времени у нас до каких-то апдейтов наш индекс является свежим и потом как бы резко устаревает, вот, то с точки зрения, например, age мы можем использовать такую метрику, что после, собственно, того, как мы скачали, начинаем апдейтить, у нас как бы, собственно, возраст нашего индекса растет, вот, но потом после того, как, например, мы какую-то часть, ну, в первом, конечно, приближении, там, скажем так, будем считать, что все перекачали, оно, естественно, падает, ну и так далее. Соответственно, например, изменяя угол на клоны, мы можем оптимизировать эту метрику. Так, еще одна вещь, которую стоит упомянуть, в общем-то, которая относится к вебу, это так называемый deep-веб. Собственно, что это такое? Это сайты, которые, ну, ну, даже, может быть, сайты, может быть, отдельные какие-то части сайтов, страницы, которые сложно доступны для спайдера, то есть не каждая программа туда, например, может попасть по какой-то причине, потому что, там, например, нету на них ссылок, или они закрыты какой-то авторизацией, или, не знаю, там еще, кстати, будут примеры. Соответственно, на самом деле, оценивается так по примерным прикидкам, что это размер интернета, она на самом деле больше, чем вообще, как бы, доступный интернет. Вот. И часть его, вернее, часть этого deep-веба, поисковой системы, пытается все-таки каким-то образом проиндексировать. Вот. Ну вот, да, отдельно расскажу, как бы, что это может быть. Естественно, это какие-то приватные сайты, то есть, ну, если нет ссылок, то, возможно, как-то можно, например, попытаться сгенерировать какие-то ссылки, да, и проверить, как бы, существуют ли они, Ну, если требуется авторизация, то тут, конечно, скорее всего, эта часть будет закрыта, и мы не сможем туда зайти, ничего скачать. Второй момент – это так называемые некие результаты, ну, то есть результат того, когда мы, например, заполняем форму в браузере, там, по отправке чего-то, нажимаем кнопочку «Ок» и там «Отправить», вот, и у нас обычно через пост запрос, хотя, может, и не обязательно через пост, отправляется на веб-сервер, там он обрабатывается, и нам дальше дается какая-то страничка. Вот. Часто, опять же, поисковые роботы не могут это делать, поэтому эта часть остается для них закрытой, хотя тут, казалось бы, от комбинации различных, например, форм, вернее, за выполнение полей этой формы могут выдаваться различные данные, вот, но они также, опять же, не будут проиндексированы. И третий такой основной еще момент – это так называемые «скриптед пейджес», то есть страницы, на которых размещаются какие-то пользовательские скрипты, часто это JavaScript, Flash, вот в последнее время, опять же, и популярен на ЯКС. Пейсковая система пытается с этим по-разному бороться. Вот, насколько я даже слышал, там, по последним слухам, Google часть скриптов пытается там у себя выполнить в фоне, в бэкграунде. Опять же, придумывают различные ухищрения, там некие специальные типы ссылок, которые якобы соответствуют ЯКС-запросам, чтобы вебмастер их указывал, отдавая их поисковому роботу, чтобы тот мог скачать по этим запросам какой-то контент, потому что, естественно, робот не может пользоваться страницей, как там пользователь, соответственно, не выполняет, не отправляет ЯКС-запросы, и тем самым, опять же, часть какого-то контента, который может прийти от сайта, мы можем потерять. Собственно, то, о чем уже говорилось, это вот весь под названием сайт-мапы. Для чего она нужна? Полезная штука, опять же, появилась как альтернативный такой вариант, с одной стороны, как бы робот с TXT, с другой стороны, в помощь браузеру, ой, не браузеру, а поисковому роботу, чтобы он мог как можно быстрее найти какие-то новые урлы с данного сайта, побыстрее их, соответственно, скачать или перекачать, и тем самым, как бы, сайт мог увеличить количество урлов в индексе поисковой системы. Часто генерится это все на стороне веб-сервера, либо руками, но обычно, опять же, все-таки это автоматически, и, в общем-то, положительно влияет на, обычно, на доступность урлов для спайдера. Ну, вот, в качестве примера можно такой взять небольшой XML-чик. Собственно, что здесь, как бы, стоит отметить? В первую очередь, это секция url, где, в общем-то, есть, как бы, несколько тегов. Соответственно, сам url, который, к которому соответствует, также указывается дата, например, последней модификации. Есть полезный тег change-frag, то есть, насколько часто, например, он меняется. Можно указать, правда, здесь не столько много вариантов, ну, в частности, например, за день там, либо за месяц, либо за каждый час. Вот, есть еще отдельный тег по приоритету, то есть, например, вебмастер может использовать это для приоритизации, как он думает, какие url, например, более приоритетны, если у них одинаковые там остальные параметры, их там перекачивать или скачивать в первую очередь. Тут стоит отметить, что все это, конечно, хорошо, но, к сожалению, опять же, далеко не все, как бы, этим пользуются, либо пользуются неправильно, либо пользуются, например, там, вместо того, чтобы снизить нагрузку на свой сайт, например, они могут там для всех url вставить, что эти url самые приоритетные и обновляются они там каждый час, хотя это будет абсолютно не так. Вот. Тем самым, как бы, робот, опять же, не получает никакой какой-то подсказки о том, что скачивать в первую очередь. Вот. Но в основном, как бы крупные сайты, которые используются с сайт-мапы, все-таки, они их постоянно обновляют. Опять же, сайт-мап может быть не один. Сайт-мап может также содержать ссылки на другие сайт-мапы. Вот. В общем-то, как бы, таких каких-то формальных ограничений нету. Поэтому, опять же, в целом, как бы, вещь полезная и, в общем-то, используется. Ну и чуть-чуть, наверное, в конце, как бы, несколько, пару слов. А, кстати, кроме сайт-мапов, еще стоит, как бы, сюда добавить, наверное, все слышали про формат там, RSS, либо Atom, как раньше он был, который также, опять же, призван для того, в первую очередь, чтобы перекачивать. Там, правда, как бы, есть несколько, другой, как бы, смысл, но смысл в том, вернее, основная идея, как бы, в том, чтобы еще как можно быстрее, как либо клиент какой-то, либо, опять же, поисковый робот получил, узнал об обновлении урлов с этого сайта. Вот. Значит, возникает снова вопрос, как вот даже, если мы все это скачали, то как нам все это хоронить, на самом деле, потому что, где это хранить, как это хранить, как это обновлять, вот, казалось бы, есть у нас, не знаю, коллекция документов, которая занимает, там, 500 терабайт, вот, где мы все это будем хранить? И как, вернее, даже как бы, ладно, хранить, скачал, там, залил в HDFS, например, да, если у нас есть, или какая-то другая, как мы потом это будем обновлять? Вот. Какие документы мы, например, хотим удалить, какие мы хотим, там, обновить, какие-то добавить? Плюс ко всему этому прочему, опять же, что там, скорее всего, дальнейшие какие-то последуют операции по обработке, либо контента, либо сопутствующей информации этим страницам, вот, поэтому нужен, ну, во-первых, какой-то рандомный доступ, то есть доступ по какому-то ключу, то есть, ну, в частности, скорее всего, по URL, либо там, хэшу от этого URL. Также, как один из вариантов, опять же, так как страниц у нас, может быть, много, то там, хранить миллиарды файлов, это не очень хорошая идея, поэтому желательно все-таки их каким-то образом объединять в большие файлы, вот, тем самым, там, снижая затраты на, там, открытие, закрытие большого количества файлов и вообще на грузку на файловую систему, но тут сразу встает вопрос, как обновлять этот большой файл, и, естественно, занимает все это довольно много места, поэтому целесообразно применять, применять сжатие, потому что, ну, так как мы в большинстве случаев храним какой-то текстовый, текстовый документ, и текст сжимается относительно хорошо, но, например, если мы будем хранить все в больших файлах, там, то сжимать все, один файл, это тоже не целесообразно, в плане того, что с ним потом будет неудобно работать, вот, с одной стороны, можно варьировать размеры этих файлов, во-вторых, сжимать там по блочным, и тем самым, например, работать с этими блоками, вот, и, ну, естественно, каким-то образом нужно придумывать, как нам этот контент обновлять. В общем, в итоге, конечно, все это можно писать самостоятельно, придумывать какие-то там ухищрения, методы, опять же, обновления контента, там, сливания файлов, пишем какой-то новый файлик рядом, дальше их пересекаем, в итоге, скорее всего, мы напишем штуку под названием BigTable, либо как бы HBase, либо какое-то другое новое сколь хранилище, которое, скорее всего, будет работать по тем же принципам, вот, поэтому целесообразно, опять же, для того, чтобы работать с таким объемом документов, использовать какой-то такой стороч на основе такой архитектуры, который, по сути, часть проблем с объединением, с доступом к данным возьмет на себя, и, в общем-то, существенно снизит затраты на разработку. Ну и, наверное, так, а, вот еще одна такая интересная тема, которую я хотел бы затронуть, к сожалению, как бы тут все, опять же, в рамках того, что у нас не так много времени, а все это, в принципе, по таким, по верхам, вот, потому что, в принципе, вот есть такая очень интересная тема в спайдере, как удаление, например, шума, она, собственно, ну и даже никто не только к спайдеру, это, в общем-то, к процессу индексации относится, заключается она в том, что множество, ну, точнее, почти все, как бы, веб-страницы, они, кроме какого-то полезного контента, несут в себе еще кучу бесполезного, вот, которые, например, мы не хотим индексировать, не хотим его по нему искать, учитывать там при каких-то, при, собственно, ранжировании, вот, мы считаем, что это является неким таким шумом, который мы не хотим, ну, вернее, который мы хотим каким-то образом отделить, вот, возникает, собственно, вопрос, каким образом это можно сделать, ну, я, кстати, тут показал, как бы, да, то есть, ну, чтобы было понятно, то есть, как бы взять какой-то текст, например, с сайта, вот, и, соответственно, выбрать только то, что мы считаем полезно, как, собственно, тут может быть там меню, справа, слева, какие-то рекламы, например, снизу могут быть какие-то блоки там с другими ссылками на другие разделы сайта, ну, и так далее. Это, на самом деле, кстати, далеко не самый такой сложный вариант, то есть, тут-то, в общем-то, все относительно просто. К сожалению, встречаются более сложные, собственно, страницы, где не так однозначно выделить главную часть, даже, может быть, человек не всегда сразу поймет, как бы, что относится к основному контенту, а что нет. То есть, люди там пытаются сайтическим способом усложнить задачу, вот, у них это получается, и тем самым, соответственно, применяются различные способы для выделения такого, вернее, для отделения шума от полезного контента, вот, в частности, например, если построить некое распределение, некое, то есть, количество токенов от количества тегов, вот, то можно, собственно, выделить, как бы, некие такие зоны, где происходит какое-то такое, как это называется, полочка, да, то есть, ну, то есть, если так смотреть, обычно все идет линейно, например, на каких-то местах нет, собственно, вот эта зона, она, скорее всего, в тексте, точнее, в этом HTML-коде будет соответствовать как бы некому блоку, вот, где на самом деле количество токенов увеличивается, а количество тегов остается постоянным. Таким образом, применяя, как бы, такой статистический подход, можно попытаться, например, выделить такие блоки, вот, другой вариант, с одной стороны, казалось бы, который, наверное, в первую очередь приходит в голову, это построить там дом-дерево этого HTML-документа и там сравнивать просто под деревьем, возможно, пересекая, соответственно, отбрасывать какие-то, например, общие части у страниц одного и того же сайта, потому что обычно они, опять же, одинаковые, либо смотреть на теги и выбирать какие-то теги с большим количеством текста, вот, но, во-первых, построение дом-дерево это довольно затратная операция, если страница, опять же, большая, то это требуется много памяти, поэтому обычно все-таки применяются какие-то более, скажем так, менее затратные по ресурсам алгоритмы, но более как бы более эффективные с точки зрения реализации, вот такой вот подход на основе статистики как бы количество токенов от количества тегов там с улучшениями в общем-то относительно хорошо может работать на вот таком классе страниц. Так, ну и, наверное, на сегодня все. Собственно, полезная информация есть в учебнике вот по Introduction Information Retrieval. Вот, парочка ссылок, собственно. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо.